Всем добрый день. Меня зовут Ваганов Алексей. Я автор онлайн-курса «Компьютерные технологии в биологии». Курс доступен всем бесплатно 24 на 7 и размещен на образовательной платформе Stepik. За три года существования он приобрел достаточно широкую известность и аудиторию обучающихся. В 2024 году мы проводим национальный конкурс в области внедрения компьютерных технологий в биологию. Сразу спойлер для менее мотивированной аудитории. Конкурс монетизированный и призовой фонд составит 40 тысяч рублей. Если же вы про этот онлайн-курс услышали впервые, то ставьте это видео на паузу и по QR-кодам загляните в сообщество ВКонтакте и сам курс на платформе Stepik. Конкурс проводится благодаря тому, что в 2024 году проект «Компьютерные технологии в биологии» реализуется в рамках грантового конкурса для преподавателей магистратуры стипендиальной программы Владимира Потанина. На экране вы видите, какие направления работы с живыми организмами можно предложить на конкурс. В качестве живых организмов могут выступать растения, животные, грибы, бактерии. Допускается работа с вирусами. Это может быть ваш непосредственный объект, с которым вы работаете в рамках исследовательской или иной профессиональной работы. А также планируемый объект, который вы можете изучать в рамках предлагаемого онлайн-курса в период проведения самого конкурса. Итак, вы определились с объектом и методом из области компьютерных технологий. Далее расскажу об этапах национального конкурса. Время у вас более чем достаточно, чтобы основательно подготовиться и представить проект. На первом этапе, который продлится более чем 2 месяца, а завершится ровно в полночь с 31 мая на 1 июня, вы подготовите визитку о себе, продолжительность видео до 3 минут. Приветствуется креативная подача, обязательно представьтесь, расскажите о своем месте работы или учебы, направлении исследований и все, что посчитаете необходимым. Второй этап, самый ответственный и самый продолжительный, продлится он с июня по октябрь. Выбран именно летний период, когда у биологов полевой сезон, тем самым мы даем шанс для реализации проектов как в поле, так и в камеральных условиях в лаборатории. В проекте вам необходимо раскрыть главную суть направления работ с живыми организмами с позиции применения компьютерных технологий. Это могут быть как текущие исследовательские работы с живым объектом и применением методов из области компьютерных технологий, наличием промежуточного результата, так и завершенные проекты, где методы уже внедрены и продемонстрировали свою эффективность. Итоги же будут подведены на третьем этапе в декабре 2024 года. Обратите внимание, что есть определенные требования для проектов. Например, к оценке проектов не допускаются ни авторские проекты, ни проекты, нарушающие этические нормы. При оценке учитывается материал первого и второго этапов совокупно, которые подали участники. Участники производят оценку лично, без вмешательства иных лиц. Все будет абсолютно прозрачно и достоверно. Победители определяются общей суммой баллов за материал первого и второго этапов на основе итогового ранжирования. Как это произойдет, представлено на экране. Обращаю внимание, что все материалы национального конкурса первого и второго этапов необходимо размещать на своей стене сообщества ВКонтакте. Также важно всегда при опубликовании прописывать обязательный хэштег «За биологию». Это важно, так как конкурс преследует цель обмена опытом по использованию методов и компьютерных технологий в контексте исследования живой природы. Мы ожидаем максимальное разнообразие проектов и подходов. Есть и другие требования для конкурса, которые также представлены на слайде, и вновь вы можете воспользоваться паузой для ознакомления. Ну вот собственно и все. Других особых требований и ограничений, как в части вашего статуса, возраста и видов деятельности, нет. Поверьте, на уровень проектов их масштабность и амбициозность это никаким образом не повлияет. Если вы желаете поделиться своими разработками, оценить опыт других биологов, которые используют компьютерные технологии, то ждем ваши заявки. Удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует...